Всем доброго времени суток! Недавно вышел новый режим противоборства под названием толкучка в овертайме. Заварить чайку и присядь поудобнее, ведь сейчас я тебе расскажу, что этот режим из себя представляет. Приятного просмотра! Это противоборство по своей сути похоже на керлинг. У нас есть руинер 2000 без ракет, но зато со способностью прыгать из парашюта. Есть две команды, у каждой есть по трамплину. На всех картах трамплины одинаковой длины. Ваша задача остановить свою машину на платформе. Чем меньше платформа, тем больше очков она дает. Очки команды суммируются, и по итогам нескольких прыжков выводится команда, выигравшая раунд. Количество раундов может быть разным. Вы можете мешать противникам, и они могут также решать вам, сталкивая вас с платформой. Тактика? Да, есть. Она очень простая. Чем позже вы прилетите к платформе, тем выгоднее у вас будет положение. Вы можете столкнуть соперника с платформой. Это, кстати, помогает остановить машину. Скажу одну вещь по поводу того, на какие платформы прыгать. Не гонитесь за большими результатами, но и не мелочитесь. Платформы с тремя, четырьмя очками подойдут в самый раз. Кстати, забыл сказать, что есть всего пять платформ. Но если вы думаете, что выброс этого режима, вы бросаете пластиковые бутылки, а не падают на горлышко, то можете попробовать попасть на платформу с пятью очками. А после того, как вы упадете, засунуть свое самолюбие куда подальше и слушать хорошие советы. Так вот, чтобы прыгать оптимально при спавне, стойте неподвижно. Как только на таймере прыжка станет 12 секунд, жмите на газ. До того момента даже не прикасайтесь к клавиатуре. Время оптимальное. Я считаю, что высчитывать сотые секунды, а потом самоуничтожиться, потому что это случайно повернул машину на один градус, это бред. 12 секунд это универсал, с 11 уже можно обосраться. И, кстати, в конце троплина лучше прыгните. А на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Rockstar, как всегда, сделал на новый режим противоборства удвоенное количество опыта и денег. Так что, пользуйтесь. Помимо того, что это достаточно выгодно, так задумка и реализация хорошая. Также это поможет отлечься от рутины таким заядлым фарбером коробок и машин, например, как я. Веселитесь. Всем удачи и всем пока.